МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутату из поселка Локомотивный вынесли меру пресечения. Мужчину подозревают в убийстве супруги матери троих детей. По версии следствия, депутат выстрелил в жену из ружья. Еще в начале недели Азад Зарипов сидел за столом главного врача больницы, а теперь он за решеткой. Мужчина явно подавлен. Во время заседания выяснилось, что он убил супругу на глазах у ребенка. По одной из версий, разлад в семье начался из-за того, что подсудимый увидел у жених в телефоне переписку с другим мужчиной. Вскоре она якобы и вовсе заявила, что хочет забрать детей и уехать к другому. По материалам дела, с места преступления мужчина скрылся. Помочь жене и детям не пытался. Депутата Азада Зарипова отправили за решетку на два месяца. Грозит ему до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, депутат два раза выстрелил в женщину из ружья. Сегодня погибшую похоронили. У нее осталось трое детей. Сын подросток и две дочери. Школьница из Сосновского района умерла от удара током. Девочка и ее младший брат вышли погулять, но домой оба не вернулись. По версии следствия, 12-летняя девочка и ее 6-летний брат гуляли после дождя на территории частного дома. Мальчик взял в руку провод, который вел к электроопоре, и ребенка ударило током. Девочка-подросток попыталась отвезти брата от опоры, но тоже получила удар. Все это увидели родственники, оттащили детей и увезли в больницу. Мальчик выжил, а девочку спасти не удалось. Двое детей поступили ночью в Сосновскую центральную районную больницу. Один ребенок без видимых признаков жизни. Реанимационные действия, к сожалению, не дали результатов. Второй ребенок в тяжелом состоянии. Сначала находился в реанимации Сосновской больницы. В дальнейшем доставлен на реанимобиле в областную детскую клиническую больницу. Сейчас находится там. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Две легковушки лоб в лоб столкнулись в Саткинском районе. Пострадали три человека. А в Магнитогорске не разъехались легковушка и мотоцикл. Водитель байка получил множественные травмы. Обзор дорожных происшествий для вас подготовила Эльвира Хафизова. В Саткинский район 27-летний водитель ВАЗа ехал по грунтовой дороге, вылетел навстречу. Возможно, чтобы объехать яму. И столкнулся с Рено, за рулем которого ехал пенсионер. Водитель ВАЗа, его пассажир и пассажир Рено получили травмы. Пострадавших забрали медики. В Ашинском районе водитель фуры на повороте не справился с управлением. И автомобиль занесло больше. Груз опрокинулся. 19-летний пассажир получил травмы, но они оказались несерьезными. Лечиться молодой человек будет амбулаторно. Эта авария в Магнитогорске. 30-летний водитель 12-й на перекрестке не уступил дорогу мотоциклисту. В итоге удар. 26-летний водитель байка вылетел из седла, получил черепно-мозговую травму и повредил сильно колено. Мужчину забрали в больницу. По предварительным данным, жизнь ему спас мотоциклетный шлем. МИАЗ на Тургаякском шоссе ВАЗ 12-й модели на большой скорости въехал в электроопору. 35-летнюю женщину, сидевшую впереди, зажало в машине. Пострадавшую пришлось вытаскивать спасателем. Второго пассажира мужчину доставили в больницу. А вот водитель, по данным ГИБДД, своих пассажиров просто-напросто бросил, сбежал. Сейчас его разыскивают. Это ДТП на улице братьев Коширинах. По предварительным данным, таксист не справился с управлением, врезался в электроопору, а потом вылетел на тротуар. Благо, в этот момент там не было пешеходов. Никто не пострадал, точные обстоятельства выясняются. Еще одна авария с участием такси и снова в Челябинске. По словам очевидцев, на улице молодогвардейцев столкнулись две легковушки. На место сразу прибыли кареты медиков. И, по словам автолюбителей, есть пострадавшие. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Эта авария едва не произошла в Магнитогорске. Вот больший груз двигается по полосе. На обгон по обочине выезжает отечественная легковушка, хотя это категорически запрещено. Затем снова идет на обгон, мешая автора видео. Таким образом, шофер дважды чуть не спровоцировал ДТП. Автодорога Каштым-Озерск. Из-за поворота навстречу вылетает иномарка. А затем, чтобы избежать лобового столкновения, выруливает на обочину. Автомобилисты возмущены. Ведь любое неловкое движение и может произойти трагедия. А в Челябинске сотрудники ГИБДД устроили профилактический праздник для малышей из микрорайона Парковой. Сподвигла ужасающая статистика. За последние полгода в ДТП травму получили больше ста детей. Чаще всего из-за своей неосторожности. В преддверии начала нового учебного года госавтоинспекция обращается ко всем родителям. Необходимо обязательно пройти безопасный путь в школу с ребенком. Напомнить ему о правилах дорожного движения. Также необходимо создать правила перевозки детей в транспортных средствах. Кроме того, автоинспекторы научили юных челябинцев правильно управлять велосипедом. Некоторые попробовали себя в роли регулировщика. А после дети вместе с полицейскими сделали себе светоотражающие наклейки, чтобы быть заметными в темноте. Эльвира Хафизова, ОТВ. Тем временем в соцсетях появилось видео столкновения молоковоза и легковушки. Об этой аварии мы рассказывали накануне и вот как она произошла. На кадрах видно, молоковоз не пропускает Шевроле Ланас от удара, грузовик опрокидывается. Напомню, авария произошла накануне в Магнитогорске. После ДТП по магистрали потекли молочные реки. Водитель КамАЗа получил сильные травмы. На место прибыла скорая помощь, у мужчины перелом бедра. Из-за ДТП до завода не доехало 10 тонн сырья. Ущерб предприятию около 5 миллионов рублей. Наркодилера осудили в Челябинском областном суде. По версии следствия, брат обвиняемого создал наркобизнес и подсудимый в него вступил. Несколько лет продавал сильные действующие вещества. На скамье подсудимых 23-летний Лала Басаковский. Впервые раньше судим не был. По версии следствия, мужчина имеет только 4 класса образования. Чтобы заработать на жизнь и при этом не перетрудиться, решил вступить в наркобизнес. Так, три года назад брат осужденного создал организованную преступную группировку по обороту наркотиков. Лала туда вступил. Подельники приобрели 4,5 килограмма героина. Басаковский расфасовал наркотик и сделал закладки. Через год компания наркодилеров продала крупную партию сильнодействующих веществ. Кроме того, от брата подсудимый получил почти 2 грамма карфинтанила, который хранил в своем автомобиле до момента задержания. В судебном заседании молодой человек вину полностью признал. Челябинским областным судом постановлен приговор в отношении Басаковского за незаконное распространение наркотических средств в составе организованной группы. Он был осужден за несколько эпизодов распространения наркотического средства карфинтанила в особо крупном размере. Басаковский активно помогал следствию, раскаялся. Суд отправил мужчину на 12 лет в колонию строгого режима. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина опубликовал в интернете объявление. Сделает мебель на заказ. Нашел покупателя, взял за работу 30 тысяч рублей. И после этого перестал отвечать на звонки. Взял заказ на изготовление кухонного гарнитура и не выполнил срок. И у нас получилось с заказчиком непонятные, можно сказать, непонятки. Непонятки ценой в 30 тысяч рублей. Эту сумму 21-летний заказчик отдал в качестве предоплаты. Когда понял, что кухни нет, написал заявление в полицию. Здесь задержанный утверждает, что заказ сделал, но наполовину. Вот только поймали его почему-то в Подмосковье. В отделе полиции Северо-Западной управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2. В статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Полицейские предполагают, что этот мужчина мог совершить и другие подобные преступления. Если вы пострадали от его действия, обратитесь в полицию. Южноуралец уехал на скорой из Магнитогорского театра. Дело в том, что мужчина ремонтировал здание, и по одной из версий на него упала металлическая конструкция. ЧП произошло утром в театре в Магнитогорске. Там проходит реконструкция. По одной из версий, во время работ с крыши драмтеатра сбрасывали металлические конструкции. Одна из них упала на рабочего. На место прибыли медики. По словам врачей, мужчину с травмой головы и закрытым переломом таза увезли в больницу. Он в тяжелом состоянии. Не исключено, что после инцидента будет проведена проверка. Рюкзак с мигающей лампочкой напугал жителей Челябинска. Территорию вокруг оцепили. Приехали спецслужбы. Это тот самый рюкзак. Полицейские с собаками проверили сумку, но ничего опасного не нашли. Внутри оказались просто личные вещи хозяина. Возможно, что рюкзак просто кто-то забыл или потерял. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте осторожны и внимательнее. Смотрите по сторонам. Увидимся на ОТВ.